Спонсор программы «Элита» – ветеринарная клиника «Элвет». Круглосуточная ветеринарная помощь с выездом на дом. Бесплатная консультация. Весь спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев. «Элвет». Город Ходьково. Улица Седина. Дом 8. Телефон 543-57-46. Сегодня в клинике «Элвет» необычный пациент. Стрижонка на прием принесли волонтеры группы помощи животным «Хочу домой». Сейчас сезон птиц, попадают также птички. Стрижи, голуби, воронята, галчата. Какие истории обычно рассказывают те, кто звонят вам или приносят птицы? В основном, да. В основном это слетки. То есть слетки в данное время, то есть уже с середины июля до середины августа, они выпадают из гнезда. То есть они пытаются вылезать, пытаются взлетать. Выпадают из гнезда, их в основном находят на улице. С перьями стрижей нужно обращаться очень аккуратно, так как перо очень нежное. И учитывая, что птицы пролетают от 500 до 1000 километров, когда летят в теплые страны, то есть перо должно быть жестким, четким. А от потных желез, которые содержатся в руках, они быстро засаливаются. Или перчатки резиновые, или салфеточками можно обязательно. Птенец стрижа примерно двух недель от рождения. Сейчас откроем ротик, посмотрим слизистые. Вот слизистая, не красная, а розовая уже ближе к желтому. Это свидетельство о том, что он истощен. Больше суток без еды они не могут. Киль заострен. Тоже говорит о том, что птица истощенная. Здесь какие рекомендации? Сейчас аккуратненько. Какие рекомендации? Раствор рингера и глюкозы. Это каждые полчаса. Перед едой надо будет давать по три капельки. Подождите. Чтобы завести желудок. Выжимку из сверчков в виде кормления. Тоже каждые полчаса. Ну, в принципе, может быть, и выходится он в надежных руках. Как выжимка делаете? Мелко-мелко режете сверчков, чтобы жидкость была. И шприцы без иглы выкармливайте. И как долго такой режим питания должен быть у малыша? Ну, несколько дней. Первые дни. А потом? Есть надежда? Потом уже, да, если выживает, потом уже будут целыми сверчками питаться. Сейчас как раз мы будем... Пробовать. Пробовать, да, первый раз запустить стриженку желудок. Это, как врач сказал, уже делается раствором рингерлокина пополам с глюкозочкой. Очень маленький шприц. Что за шприц? Шприц инсулиновый. Очень осторожно. Надо именно только инсулиновым шприцом это делать, так как можно повредить слизистую рта. Это очень опасно для стрижа. Еще одна особенность, которую надо соблюдать, это дыхательное горло стрижа. Оно находится на языке. Ой! Вот. В него попадать ни едой, ни раствором ни в коем случае нельзя, потому что стриженок сразу задыхается в течение нескольких секунд. Ой! Ювелирная работа. Да, ювелирная работа. Делать нужно это очень аккуратно. Вот мы сейчас по рекомендации врача попробуем... Накапать. Уже капнуть, да. Две-три капельки. Вот. Это делается за 20-30 минут до еды. Через 30 минут мы ему будем давать таким же шприцком выживку из таракана. Первый день это делается по 0,2-0,3 максимум, да, миллиграмма. Второй день уже в течение, то есть через 40-50 минут по 0,4-0,5 миллиграмм. Ну и как врач сказал, через два дня уже кормится целыми сверчками, то есть тушками обрезаются головы, лапы и дается внутрь. А какими-нибудь червяками? Червяками земляными ни в коем случае нельзя, потому что гельминтов очень много у них. С опарышами очень редко. Можно только с самой выжимкой именно внутренними, то есть кожи тоже нельзя. В основном это сверчки, тараканы, мучные черви. Выхаживание птенца дело хлопотное и трудоемкое, но у этого малыша есть все шансы подняться в небо. Активисты из группы помощи «Хочу домой» помогут ему вернуться в родную стихию при поддержке врачей клиники «Элвет», которые сотрудничают с этой общественной организацией и помогают лечить и стерилизовать бездомных животных, которым волонтеры потом ищут хозяев. Кладем, кладем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова